Вот, давайте я пробегу по основным инструментам, включаю и иду наверх. Да, ну вот, собственно говоря, как я говорил, открывая проект, мы видим в первую очередь скетч пьяно. Это просто очень хороший рояль, производитель VI Labs, модель Ravenscroft, вот, собственно говоря, здесь есть какая-то небольшая реверберация, но на самом деле, просто это для услады слуха, на самом деле этот рояль используется исключительно для того, чтобы делать наброски, не более того. Ну, пойдемте по порядку, значит, папка деревянных духовых инструментов, сначала ансамбли, то есть секции записаны в унисон, что я использую крайне редко, но поскольку это у меня есть, в шаблон это включено. Я на самом деле, наверное, не буду прям запускать все треки, потому что это иначе очень сильно растянет наш обзор, я, может быть, какие-то выборочно буду запускать, открывая папку Berlin Woodwinds, который соответствует названию библиотеки деревянных духовых инструментов, мы оказываемся вот в стандартной, опять-таки, раскладке, начиная с высоких инструментов, мы идем вниз, точно так же, как это происходит в партитуре. Ну, вот, флейта, включается. Вот эти вот все треки вынесены на разные типы артикуляции флейты. Один трек это легатто, другой трек это сочетание коротких нот и трелей, а так же эффектов, и все это переключается на клавиатурии нижними кнопками, они работают как рычаги, просто переключение. То есть, называется это Key Switch, вот, и здесь я включаю первые, из них звучит. Такие ты нудные ноты. Следующая чуть покороче уже артикуляция. И совсем короткая. И еще, даже еще короче есть. Да, здесь сразу две ноты звучат. Одна на нажатие, другая на пускание. Вот, соответственно, ну, здесь вот быстрые пассажи есть, флейты и так далее, там будет вторая флейта точно так же организована. Третья в унисон три флейты с октавой пиковой наверху. Забавно, кстати. Сейчас покажу. То же самое. Короткие ноты, быстрые пассажи, артикуляция, которая позволяет записывать очень быстрые всякие гамки, например. Гобой, то же самое, кларнеты. Ну, чекала, может, послушаем тоже. Сегодня у нас Паганин Прокофьев. Вот так вот. Дальше Медь пошла. Опять-таки сначала ансамбли. Это из библиотеки Metropolis Arc 1. Три. Волторну в унисон. Для газа. Длинные ноты просто, чтобы играть аккордами. Давайте послушаем длинные ноты. Иначе еще раз. Понимаете. Да, что вы. АПЛОДИСМЕНТЫ короткие ноты точно так же переключаются на совсем короткие 9 волторн записанного и со мной совсем уже для таких кусков для супер кульминативных каких-то ситуаций трейлеров драматических кусков фильмы когда я четыре трубы не самые красивые на мой взгляд вот и после того как заканчивается папка ансамбли начинается папка индивидуальных инструментов это вот то с чем я чаще всего имею дело что я люблю писать каждую партию по отдельности вот ну просто так мне больше нравится голосоведение можно контролировать 1 волторна 2 волторна это уже библиотека berlin brass от компании оркестра туз у пока таки принцип порядка расположение этих инструментов тот же самый что в партии после всех артикуляций волторн идут трубы тромбоны туба 4 волторна что у нас есть по отдельности каждого голоса полторна 1 2 3 4 и потом 4 записанные в унисон со всеми своими разными артикуляциями вот есть трубы хорошо звучащие ну вот если немножко наловчится то можно вроде как быстро их переключать и играть фразам музыкальные хотя это не всегда получается сделать сразу поэтому опять таки мышкой все это потом расставляется по нужным местам поехали дальше не хочу чтобы это было бы слишком слишком уж длинным обзором оркестровые ударные инструменты ну в общем я поскольку я по образованию ударник среди прочего я их люблю особой любовью ну в общем весь стандартный набор малый барабан гран-касса это уже библиотека которая называется синий перк от разработчика синий сэмплс там-там пластинчатые колокола вы просите не пластинчатые а просто пластинчатый это совсем другой инструмент глаген шпиль ксилофон маримба вибрафон челеста очень громко этнические барабаны для всяких крутых кусков и акшенов и так далее это библиотека ханс зиммер перкашен от разработчика спидфайра их есть много разных поскольку они все немножко по-разному звучат и чаще всего к ним вообще надо относиться как к отдельной партитуре имеющей собственно там функционально разложены басы средний голоса и высокий всех свои функции все играют разный ритм немножко вот поэтому создается такое полотно вёдра записаны в одной из самых крутых студий мира следующая папка это папка в которой находится арфа и много разных видов рояль их много поскольку они все звучат очень по-разному и в зависимости от того в каком характере композиции я выбираю тембр который мне кажется подходящим ну вот это арфа красивая арфа от компании с ней сэмплс называется синяя харп выключаем смотрим значит четыре трека о которых я говорил это скетч пьяно для набросков проработки музыкальной композиции это очень хороший инструмент от компании vialabs называется равенскрофт вот на нем есть какая-то есть какая-то реверберация но она находится тут только для того чтобы было приятно играть на самом деле эти треки никогда не используются в самой музыкальной композиции они только для наброски у них нет никакого раутинга коммутации в микшере они никуда не посылаются и не попадают ни в какие группы для того чтобы использовать эту модель рояля которая имеет соответствующую коммутацию используется вот этот трек это вот тоже самое только направленное во все соответствующие группы со всеми посылами на эффекты здесь станвэй вот спидфайр фэлт пьяно который все очень любят это пианино у которого демпфером закрыты струны прикрыты он вообще не умеет играть громко но зато на тихом вот таком вот звуке у него очень очень красивый очень характерный звук тембр яркие такое художественное средство рояль от Ханса Циммера в двух версиях тот который помягче тот который поярче здесь конечно очень красивая комната поскольку это записано в лондоне на студии r и в общем очень красивое пространство опять таки еще один вид рояля для жесткой какой-то музыки из библиотеки метрополис арк от оркестр тулс вот и на этом папка с роялями заканчивается и мы оказываемся в папке со струнами которых здесь огромное количество значит здесь опять таки есть папка с ансамблем то есть звуками которые записаны тут и всем ансамблем одновременно я практически никогда не пользуюсь я работаю над каждой партией по отдельности каждой группы и вот группы первых слипок и здесь все по сути дела все артикуляции все штуки которые есть в данной конкретной библиотеке вынесены в отдельный драк и сделано это потому что я довольно часто приобрел в том что бы накладывать один один тембр на другой делать лейлинг вот просто мы находимся в мире сэмплов и во первых это здесь возможно во вторых это кое-как потом один из способов скрасить проблемы которые возникают при написании музыки сэмплом оркестром в легатом мы уже играли например здесь есть очень красивый тоже лето множество всяких интересных тембров тембров прямо и прямо ничего особенного себя не поставить а а а да или компьютер подтормаживает из-за скрин кепчера за программы которая записывает короткие ноты то же самое тот же набор артикуляции для вторых скрипок для альтов для велончелей классный тембр очень хорошо записано опять-таки в лондоне на той же самой студии это библиотека от компании speedfire называется speedfire symphonic strings двигаемся дальше закроем сейчас папку со струнами дальше идет хор здесь ничего сверху естественно десла пожалуй забавно то что вот инструмент это хор из библиотеки metropolis арк на коротких своих артикуляциях на стакката произносит совершенно случайные слоги которые могут показаться какими-то латинскими словами вот так вас дурят в трейлерной музыке примерно так слов естественно никаких не образует но видимость создает папка synthetics это папка в которой просто пустые инстансы разных синтезаторов синусоидный бас используется часто для в качестве дополнения к живому оркестру поскольку да даёт расширяет вниз и дополняет короче говоря несколько две зебры две два плагина Omnisphere два пустых контакта то же самое практически везде каждый из этих папок просто они созданы опять-таки потому что в микшерек мотивируются в соответствующие группы и можно применять эффекты были обработки по типу соответственно там для пульсов одни для басов другие и так далее папка band это я о ней уже начинал говорить здесь собраны инструменты разные из виртуальные наши группы гитары клавиши родоса здесь немного всего на самом деле это просто папка которая содержимое которое все время очень очень часто меняется в зависимости от характера вместо родоса может оказаться любой тип клавиши совершенно просто для темплейта нужно было хотя бы что-то поставить а уж заменить его на другое легко гитара гитара пожалуй это интересная позиция в этом темплейте электрическая гитара поскольку во-первых это очень хороший инструмент сейчас я отключу всякую обработку очень хороший инструмент от компании импэк саундворкс называется арктоп но если включить на него обработку которая у меня стоит в канале это данном случае его идишный логин angle вот это превращается в какую довольно агрессивную электрогитару вот очень на мой взгляд реалистично звучащую вот но и есть еще один способ с ней обойтись это вот я показывал раньше в своей комнате здесь находится усилитель от компании гибсон вот у меня созданный посыл из аудиокарты я могу совершить так называемую процедуру в ям то есть послать вот этот вот сигнал в этот усилитель и записать то что получается на микрофон который стоит прям рядом с усилителем вот и если это осуществить то зазвучит она сейчас я сделаю это на давайте переключена экран с микшером а нет не смогу пока хорошо попробуй здесь по идее должны выиграть ну и можно разную артикуляцию там есть ньют вот так что все это приобретает совершенно другую окраску которую тоже можно использовать подмешивать к основному сигналу или просто использовать как самостоятельный сигнал отключаем реамп посыл закрываем включаем гитару включаем гитару акустические гитары с нейлоновыми струнами это модель с металлическими странами очень красивые инструменты от или ефимова прекрасно совершенно разработчика из петербурга вот по моему очень красиво включат а 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 вот это можно это все переключать как-то более меня ловко вот а можно просто прорисовать мышкой если не получится бас-гитара барабаны барабаны из библиотеки dead sound и просто просто барабаны из контакта кажется какие папка для записи барабанов живую вот соответственно то что стоит в комнате стоит не случайно можно в момент к этому обратиться есть все просто стереоканал для оверхедов и по каналу на малый на бочку нет если я почувствую необходимость срочно бежать и играть на данных инструментах папка sound design слэш любого типа живого живой записи здесь просто банки треков для контактных микрофонов кстати о контактных микрофонах я могу показать это как раз тот самый экспериментальный угол комнаты и сейчас контактный микрофон прикреплен к плафону и киевской лампы кажется здесь у меня вот есть для тавровая палочка и рут пластиковая щеточка взять прекрасно покрепчиком приклеить контактный микрофон то можно играть ритм первое что приходит в голову вот ну то же самое можно проделать с любой поверхностью вот там видите сломанная акустическая гитара которая была трогательно разбита моей дочери колимбо всякого рода вазочки все что угодно может стать фактурой так ну заканчиваем наконец экскурс по нашему темплейту папка с этническими инструментами опять небольшой набор здесь этнические духовые дудук свистки этнический хор этнический хор это вот что-то подобное урок отлично с этническим хором не удалось да надо загрузить там стоит что-то с ним пошло не так баян от ильи эфимова такое очень очень реалистично по моему звучит вот и это в общем весь список инструментов которые загружен ну и в темплейт естественно можешь до подгружаться в этом нет ничего сложного обычно если но мне нужно что-то добавить похоже на то что у меня уже в темплейте находится я могу просто скопировать трек это быстрее всего вот открыв контакт заменить в нем уже непосредственно саму библиотеку нашу другую но тогда сохранится раутинг в микшере все все пойдет соответствующей группы я просто проще чем добавлять вот так вот вот на этом можно завершить обзор виртуальных инструментов в моем темплейте следующая часть будет посвящена организации микшера коммутации и группам которые там созданы